всем привет на канале металлик дэни и сегодня мы с вами разберем патч 10.11 в игре гвинт в котором мы рассмотрим лучшие колоды текущего патча то есть те колоды на которых играют уже в прошке спокойно поднимают 2 500 ммр без каких-либо проблем как я повторюсь что мета отчеты я делаю достаточно рано и большой колод я делаю либо сам а либо своей аудитории иногда беру сайта play гвинт и конечно же прогоняю их уже на практике как всегда предупреждаю что мета отчет это дело субъективная расновка колод может для вас оказаться не совсем подходящий не совсем такой но просто учтите что это то как я вижу текущую мету и текущий баланс карт для меня нынешняя мета показа достаточно простой у него большой порог вхождения очень простые колоды в большинстве своем много простых колодцы простыми их механиками поэтому для взятия прошки все очень достаточно просто и для меня мета отчеты оказался простым что ли на поверхности лежит он как будто бы также хочу напомнить а если вы не согласны с расстановкой каких-либо колод либо включением какой-то определенной карты топишь ну в колоду то пишите об этом в комментариях я обязательно прочитаю даже отвечу вам все ссылки на колоды ребят будет в описании не забудьте поставить лайк на понравившуюся вам колоду на сайте playgwind а буду очень признателен также не забудьте поставить лайк этому ролику если хочешь поддержать это можете делать это в donation alerts где можно заказать колоду на гайд скинуть колоду на оценку и многое другое в общем ссылочка в описании так не забудьте вступить дискорд сервер и телеграм-канал все ссылки ребят в описании но мы переходим к колодам колоды как и всегда я распределил в тировой лестнице начиная с тира 1 где находятся самые лучшие колоды тир 2 где хорошие колоды и тир 3 ну колода играбельные но не самые топовые то есть вот в таком подпорядке я это распределил давайте начнем и первые кто у меня вошел в тир 1 колоды это достаточно для меня если честно очевидно это тусэнд тусэнд по-прежнему играет очень хорошо несмотря на то что ирдан для них тоже был неплохой да для этой колоды иран пофиксили и им стал только лучше они от этого ничего не потеряли поставили сюда и не поставили сюда и варка в лиде форс то есть контроль здесь много и спокойно продолжают играть и побеждать много-много разных фракций а что может победить тусэнд тусэнд может победить рыцари которых сейчас многовато с родству как минимум сделать им неприятности которого тоже сейчас много допустим дикая охота которая тоже идет в хорошие статы можно их и бафнуть и перебафать и все эти бафы забрать то есть сейчас очень много колод идет статы и так как многие колоды отказались от ирдана тусэнд стал еще лучше и сильнее играть потому что он не только усиляет но усиление еще и эти забирает истощая противника вот такая вот сборочка собирали вместе на стриме прям винрейт чуть ли не стопроцентный поставили сюда измену вместо измены можете попробовать сюда поставить черную кровь неплохой вариант играется динамично играется быстро я сортирует наши колоды в порядке по возрастанию всю голду мы находим здесь есть один разведчик который смотрит вашу топ колоду бафается если вы там не знаю по какой-то странной причине нашли я на кальвейта или не знаю разведчика уже можно в третьем раунде сыграть просто большие статы губитель такая прокрутка с чередем убийцам несколько карт тактики под кальвейта и под цири вот мильтон пальмерин гильома этот троица всегда будет будет дальше играть баклер райн фарн который по-прежнему играют не все его будут сборочку если вам он не совсем нравится то можете отказаться от него и поставить даже не знаю что каратку например йеннифер слишком много метод контроля я все-таки рассортировочку поставил бы геральт тыгни здесь неплохо смотрится и вар комбинации с рыцарями очень хорош вилди форс контроль здесь ребят хватает поэтому эта колода безоговорочно я думаю тир 1 много-много проблем он создает другим сборкам поэтому идем дальше а далее у меня ребятка наверное к счастью и даже к небольшому удивлению это ребят рыцари наверное не все согласятся с этой вот сборкой то что ну тут вообще в принципе с рыцарем почему рыцари на самом деле рыцарем сейчас очень и очень хорошо первый раунд они забирают чуть ли не сто процентов особенно на синемонете на синемонете сто процентов забирают они а первый раунд и во втором просто изи идут душить что и может помешать каратка в сценарий ну да неприятно а контроль в щит девы тоже неприятно но здесь столько разных карт что это вообще так как будто бы это вообще реально меньшее зло и не страшно нету ирдана и все хорошо у них реально из-за ирдана очень много проблем потому что это одна из немногих колод где расставляется прям исключительно в один ряд понятное дело что можно не расставляться в один ряд вы теряете очень много статов от девы в беде от допустим странствующего рыцаря и так далее поэтому хочется расставить все в один ряд но это сделать было невозможно так как мета была с ирданом сейчас ирдана особо нету вообще его нету ирдана реально вы перестали играть играют либо игни либо каратку кстати в этой сборочке тоже самое вы можете поставить каратку многие ставят в эту сборку каратку я все не предпочитаю играть игни не знаю игни у меня играл намного чаще чем каратка каратка мне была нужна только в некоторых случаях если например надо было зажарить защитника вражеского чтобы арандит сыграл наилучшим образом но не знаю для меня игни более как-то оправдан актуален нравится мне игни в этой сборочке также поэтому у меня здесь стоит игни в принципе сборка обычная самая я думаю вас не составит никаких проблем здесь есть тактическое преимущество решаю всегда ставить его вместо хрустального черепа потому что смотрите первым ходом вы ставите бессмертных потом ставите прокрутую чародейку на втором то есть уже на третьем ходу они будут пробафаны вы ставите странствующего рыцаря который имеет два стата бафайте его на пять он будет иметь семь статов и когда ход закончится он сын девятка и сразу активирует свою способность то есть по сути он активирует свою способность уже на размещении что довольно таки неплохо выключить скорбчатом дискорда не начали приходить короче вот а сборка динамичная сборка быстрая в принципе особо ничего не поменялось был тут вместо игни ирден какое-то время сейчас здесь вот у меня игни иногда каратки такая вот сборка идем дальше а далее ребят к неудивлению на самом деле это рэнфри трист причем на двойной игре объясняю почему почему не не рэнфри клетка а рэнфри клетка будет в этом топе списке заранее скажу но рэнфри клетка именно это порабощение а нет не порабощение как она называется там клеточка заточения по провизии теперь стоит чуть-чуть дороже уместить многие карты у вас не совсем получается а двойная игра как будто бы выглядит более интересной тем более если вы играете в мироре или против рэнфри то есть можно двойной игрой достать еще одну рэнфри меня было это было так много раз кстати контроля здесь хватает знаток рун здесь обязателен по двойную игру бильги форс сочетание рыцарей и и вора как обычно тоже супер мега крутая тема разведчиков две штуки можете поставить 2 2 на узи ки я решающих поставить двух разведчиков чтобы как минимум знать что у нас лежит на топ-деке и спокойно это разыгрывать больше вероятности на узи к 1 рыцарь 2 блокировки блокировки вам здесь важны две штуки потому что у вас нету лидера чтобы блокировать иллюзионисты неплохие здесь неплохо смотрятся против некоторых фракций прям очень хорошо могут разыграться на большие статы и эти самые статы потом можно будет прокачать благодаря трис невольничная пехота также может обратить какую-нибудь карту лжецыри противника то есть это по сути может контрить север на забафе то есть рыцари в принципе может контрить нильфов на забафе тусэнте главное уметь этим играть уметь все находить иногда бывает рэнфри не находится но опять-таки ловкости руки никакого мошенничества вот такая вот колода мы идем дальше и дальше у нас ребят похожая сборочка но уже с другой обилкой то есть та колода мне нравится чуть больше она более опционально здесь по сути ничего такого кардинального нету то есть она по сути примерно точно такая же тут только на 1 разведчика меньше получается и 1 рыцаря больше на гильданом гильдан или гарда все остальное точно такое же не знаю можете вместо зонта к рун поставить и гни например потому что зонта к рун вам не так сильно важен как в двойной игре в двойной игре вы играете лидер и лидер смотрит 5 карт это прям много здесь вам особо от рэнфри не нужно прям много смотреть можно попробовать последние и гни нормальный вариант но я играю на такой вот сборочкой и как Мне она нравится Но та сборочка для меня смотрится более вариативнее Как минимум сейчас Идем дальше Далее, ребят, у нас очень интересная колода Которая должна была уже выйти У меня на канале, если вы не смотрели Желательно посмотреть вам Это синдикат, колода на синдикате Пиратская бухта С профессором И кто еще здесь, профессор И вот такие вот движочки Чем мне нравится эта колода Почему именно она Вот многие играют на тени прилива Тени прилива также будут в списке Но мне нравится пиратская бухта больше Во-первых, у вас есть очень хорошие движки В виде морских гиен То есть вам никогда не нужно будет бояться За то, что у вас не будет движка А меты у нас в принципе сейчас контрольные Либо забафованные Поэтому вам всегда нужен будет движок Куда вы можете тратить монеты Эта дачка мне нравится тем, что здесь вы Будете всегда иметь вот эту обилку И считать здесь надо не так много Как на той же теневой прибыли Не знаю, вот лично у меня так Для меня эта колода как будто бы проще выглядит Здесь есть также профессор Что-то здесь есть еще Несколько движков То есть вот эти вот карты Для многих могут показаться Необычными и кринжовенькими Но в первую очередь Они нужны нам под пташку Которая просто добавит себе Хороший настой И можно было бы разыграть это все Лучшим образом Дикстра у нас Сегероеве немножко поменялся Теперь он не может играть Спеллы, кроме сговора То есть единственный спелл Который он может играть Это сговор Поэтому теперь все Все абсолютно фракции играют Архетипы на Сегероеве не играют Со сговором Это очень выгодно Раньше могли играть Допустим С картами преступления Вот например Тени прилива Тени прилива Вот такое могли играть Сейчас только на сговоре Ну и Дикстра сам Так скажем Разжирнел Разжирнел Стал Стоит 13 Провизий Вместо 12 Но при этом Колода все еще играбельна Колода прям хороша И для меня это Тир 1 колода А мы идем дальше Похожая колода Но немножко другая Наверное вам Наверное будет Колода привычнее Мне например Не очень Здесь нет профессора Но есть и Ублюдок старший И Барт С пиратской бухтой Барт смотрится Очень даже неплохо Потому что Мы ставим Барта Ставим пиратскую бухту Допустим Поставим После этого Создателем мутантов Который даст нам Три монеты Но при этом Он даст еще Три монеты Из-за того что У нас много категорий Уже будет на столе То есть Барт Очень много монет приносит Да его быстро контрят Его часто блокируют Каратят даже его Но опять таки Это неплохо Потому что Закаратить Барта Ну как минимум Не закаратят там Условно Бур Якова Сильный движок Пиратская бухта И так далее Колода интересная Я на ней играл сначала После этого Переключился на ту Которую показал вам раньше Если вам эта колода Нравится чуть больше С ублюдком старшим Ебартом То рекомендую ее вам А мы идем дальше Дальше ребят У нас также Синдикат Но уже немножко Другой Теневая прибыль Та самая колода Которой я говорил Играется немножко по другому Здесь вот вместился Еще и Морельзи Примерно те же самые Движки Чуть-чуть Немножко отличаются Можете заметить Здесь даже вот есть Детя огня То есть тут заспама Чуть-чуть побольше Здесь просто Чуть-чуть побольше Как будто бы думать С теневой прибылью И правильно Раскладывать ресурсы Главное Чтобы у вас всегда Были движки Потому что монеты У вас всегда будут Будут монеты А вот движки Тут уже проблемы Возникают То есть там у вас Постоянно есть движок В лидере Здесь у вас Немножко проблематичнее Это Поэтому ловкость руки Никакого мошенничества В принципе на этом Также можно играть И спокойно Тир 1 На этом тир 1 у нас Ребят Закончился Для кого-то К удивлению Для меня нормально И мы переходим К тиру 2 И для меня К удивлению Тир 2 Колоду Открывает Листик То что у меня Занимало Тир 3 А теперь у нас Открывает Тир 2 Да многие могут сказать Что листик Тир 1 Но я с этим Не соглашусь Почему листик Не тир 1 Во-первых У листика Не так много Контроля И не так много Забафа Допустим Рыцари И листик Переигрывают По забафу Даже на красной монете Даже без раскаченного Рандита Рыцари Смотрятся много Имбови Схилови В плане Именно бафов Статов Гостеприимство Тем более Тусэнд Здесь вы Очень сильно Бафаетесь Очень круто Бафаетесь Особенно Если вам Не мешают Но У вас тут Очень мало Контроля Какой здесь Есть контроль А в первую очередь Это защитник леса Который может разыграть Месть Месть природы Сами месте природы Богатый урожай С которым вы можете Статики Понабирать И наяда Которая сейчас Выглядит Более менее Играбельно За 4 провизии В 2 Экземплярах Спокойно Ее можно ложить И она может Каким-нибудь Движочки противников Все таки поубивать Но опять таки Из того что Это колода на преданности Полов Допустим У Дикой Охоты Например Есть удар Имлериха Имлериха Гнев Которая прям Сносит противника Допустим У рыцарей Даже есть Каратка Или игни Допустим Да Колода на забафе Там у торки У хендбафа Есть например Шелдонскакс И многое-многое другое Здесь таких нету карт То есть тут По большей части Ну можно убивать Каким-нибудь Пятерочки Шестерочки С богатого оружия Наралять Это главная проблема Но при этом Карты стали стоить Намного дешевле Например Зов леса Стал дешевле Еще патча 2 назад Единец природы Стала более выгодная И теперь его Почти в каждую дачку Кладут Дриада Чаровательница Стала иметь Сродство Наяда Стала иметь Меньше провизии И все так круто Играется Иногда вместо совета Изенгрима Берут Харальд Горда Можете попробовать Взять его вместо совета Либо вместо Единец природы Взять Харальд Горда Возможно вам понравится Больше Потому что это хороший финишер Да Он не играет на свой максимум То есть он никогда У вас не сыграет на сутов Сколько 15 13 То есть он может сыграть На 10 12 Хотя если вы его играете Через совет Может он и бафнится Короче Вот такая вот колода Играется прикольно То есть Листик реально у нас Подкачался Ирден ушел Листику стало Еще проще дышать И по провизии Все Чики-пуки А мы идем дальше И дальше ребят У нас Колода Из предыдущего патча Патча 5 назад она игралась Точно Это Накер Яды Накер Яды Вот снова в мете Более-менее И играют Опять-таки Почему играют Накер Яды Вопрос Эриторический Смотрите У нас ушел Ирден И такие Опа Там Рыцари Опа Там допустим Даже Дети Огня Наверное какие-нибудь Там опа Не знаю Тусент То есть все начали играть Опять Колоды которые там Переставали играть И Накер Яды Начали играть Исходя из этого Ага Значит начали играть Колоды которые играли На забав Значит мы этот забав Можем заядить Поэтому колода Играется Динамичная колода Тотальная прокрутка Накера разыграть Надо вам Идеально Как только можно Поставить бур Сносить Алица В общем я думаю Вам знакома Эта сборочка Плюс-минус Вот так она выглядит Спокойно Тир 2 Колода Которая валит Большие Она валит Именно тировые колоды Прям тир 1 колода То есть рыцари Которые очень сильно бафаются Тусент Которые очень сильно бафаются От нее Они падают Понятное дело Что рубайлы Могут передавить Накер Яды Там какие-нибудь Набеги Сови Также могут задавить Эту колоду Но тир 1 колоды Эта вот колода Спокойно проходит Чем ее И занимает Место в рейтинге Тира 2 колода А мы идем дальше Дальше ребят У нас необычные колоды Необычные колоды Для многих Кто смотрит мои гайды Наверное знает Сейчас что будет Хотя вот этой колоды Ребят у нас еще не было Но скоро будет Надеюсь в понедельник Ведет гайд на нее Или во вторник Это ребят Колода Необычная Давайте обновим Немножко Тут это 5 НР НР Это север осада Что это означает Эта колода Играется на забафе Через Эрланда То есть Вам нужно Расставить Нужно поставить Мутагенератор От этого Вам нужно будет Поставить все движочки То есть У вас движочки Здесь на 5 Смотрите как много Карт на 5 Вы их расставляете Все в дальнобойный ряд Мутагенератор Качает вашу колоду После этого Вы ставите Эрланда Эрланд забирает Все статы Ньюзимый Эрланд И спокойно Как бы выигрывает Игру Колода играет Динамично Если вы не знаете Что за колодой Не видели ее То посмотрите Несколько моих гайдов На севере В предыдущем патче Эта колода играла На четверках Теперь она играет На пятерках И плюс осада И это очень Очень интересно Теперь еще Из осады Ее можно разыграть То есть В первом раунде У вас мутагенератор Плюс осадные орудия Во втором раунде Вы можете Додавить противника Осадой И Эрландом И это вообще Балдеж Надеюсь на эту колоду У меня выйдет гайд Совсем скоро Вот А так Заведомо Тир 2 колода На которой Не то чтобы 2500 поднимают Не Ребят поднимают 2600 В очень сильных руках Очень профессиональных играх Если вы реально Хотите подумать Посидеть Если вы не хотите Играть на Допустим Забаве рыцарей То эта колода Для вас Ребят Берите ее И играйте на ней Мы идем дальше И дальше у нас Немножко другая колода Ближе к той Предыдущей Имбовой колоде Эта колода На десятках И пятерках И четверках То есть Если раньше игрались У нас десятки Плюс четверки То теперь играются Десятки Плюс пятерки Плюс четверки Эта колода Более хайрольная То есть вам здесь надо Все сделать максимально аккуратно У вас должно быть Именно ровное количество карт С 5 провизий И ровное количество карт С 4 провизиями На эту колоду Выходил гайд на канале Если вы не знаете Что это за колода Посмотрите его там Здесь играются также рыцари То есть Если там играется осада Здесь играются Рыцари И десятки Главное вам не забрикаться То есть Чтобы у вас Генератор работал На полную катушку Так сказать И в конце Чтобы вы нашли рыцари Потому что Находить их стало Труднее Из-за того Что разведчики Рубайлов Встали 5 провизий А не 4 Это в принципе Главный фикс Для этих колод Это именно разведчики Которые здесь Очень и очень Важны Вот такая вот колода А мы идем дальше Мы идем Ребят Дальше И теперь у нас Токсичная дочка Которую я не особо люблю Где же ты Где же ты Блин Вот она Рубайлы Ребят Рубайлы Классическая версия Рубайлов Я думаю У многих Именно такие версии И есть Версия боевой высадки Одни романтии Девы То есть все находить Капитуляция Это анти Рубайлы Противника Капитуляция Также неплохо Играет И по Синдикату Который играет В третьем раунде Долго И спамит Твой стол Капитуляция Играет неплохо В рукопашку Допустим Этих Скажи я скажу Как говорится Блин Нильфгарда На Ренфри То есть Капитуляция Неплохо Здесь играется И может сыграть На 100 в 20 Подкрепление Рубайлы Которые стали стоить Намного дороже 4 провизии Вам приходится Здесь ужиматься Но сюда также Вмещается и Данимир И Даран И спокойно Все крафтится И делается Вот такая вот колода Ничего не могу Про нее сказать Ну типа Классическая колода Рубайлов Не тот фикс Мы хотели Рубайлов Которую мы получили Добавили просто Ну 4 провизии По сути Ну типа Теперь на 4 провизии Мы должны ужаться Сильнее Это не тот фикс Который хотели Наверное мы хотели Чтобы у них была Уязвимость какая-нибудь Или еще что-то В таком духе А так Рубайлов все еще Продолжают таксичить Так таксичить Блин вы поняли И поэтому Их надо реально Ну контрить То есть вам реально Следить за игрой И не давать им играть Тогда вы спокойно Их проходите Поэтому колода Тир 2 Для новичков Наверное очень Сильная Сборочка То есть Если новички встречают ее То вряд ли они ее пройдут Потому что новички По сути играют на забав Очень прикольные матчапы С севером С королевским севером На рыцарях Тут уже вопрос в том Смогут ли рыцари перебафать А Рубайлов перебить И мне кажется Решается только синяя монета Вот такая вот колода А мы как бы идем Дальше Дальше ребята У меня колода Которая мне очень и очень нравится Но которая в нынешней мете Смотрится не так сильно Как наверное даже в предыдущей мете Это стремление к гармонии Именно на этом лидере Ребят То есть многие мне всегда говорили Почему стремление к гармонии Ей же лидер лучше Партизанская тактика Как вы знаете Партизанскую тактику Немножко у нас Пофиксили И теперь играть Мильву Не очень таки выгодно Теперь выгоднее реально Играть стремление к гармонии И как бы Как бы играть вот на этом Если у меня также есть Зов леса Киберспортсмены мне говорят Кидай Зов леса Сюда будешь всегда искать Саскию Теперь мне выпадает И Саския И Зов леса И синяя монета со свитком Короче вот Сборочка хайрольная То есть вам надо найти Кое-какие карты Саскию желательно вам найти В первом раунде Если у вас нет Саски И вы играете на красной монете То Отдавайте свои минимальные ресурсы И ищите Саскию Уже во втором раунде Чтобы ее разыграть Хоть как-то У колоды хорошая прокрутка Главная проблема Это Игни То есть вам надо Как можно Сильнее избегать Этого Игни И яды Яды То есть накер яды Вообще валят эту сборочку Хотя Если мы правильно Сами разыграем яды То можно и накер яды Завалить Сборочка интересная Завлеса Как я уже говорил Играется в Саскию Чаще Чаще всего в Саскию Игни Вместо Игни Иногда кладут Каратку Но опять-таки Для меня Игни Как-то более оправдан Что-ли в нынешней мете Чем Игни Но можете взять его Ваше право Ее каратку Получается Раньше здесь игрался Также Барнаба Во многих сборочках Я решил от него отказаться Да Барнаба играет На статов 20 примерно За 8 провизии Примерно Еще активируя гармонию Там бафы и отряды Короче Ну он реально Сильно может сыграть Можете попробовать Уместить его Вместо того же Завалеса Но я решаю Играть именно так Я все-таки Больше в нахождении Карт Все-таки Я не совсем удачливый Если вы более Ребята удачливые То можете И от свитка Отказаться Поставить хрустальный череп Например Под ведьмаков Или под антерионов Но ребят Опять-таки Я не такой удачливый Как вы И решаю играть Именно на такой вот сборочке Вот она мне нравится Возможно гайд на нее Когда-нибудь Да выйдет А мы идем Дальше Далее ребят У нас Набеги Далее у нас Набеги Набеги Налеты Разорения Грабежи За качество Отвечаем Набеги Вроде сверху были Да Набеги На ярости Отцы-убийцы А вот такая вот сборочка То есть не та Которая выходила на канале Немножко другая С набегами Что я могу о ней сказать Здесь играются Военачальники В первом раунде В втором раунде Мы как бы просто Душим противника Условным Ноу-юнитом Постоянно делая Грязюку Не просто Дамажа противника Но еще и играя Изброса Разные карты Если вы знаете Как играется Набеги То я думаю Вам не ставит Труда привыкнуть К этой сборочке Она более Интересная Что ли Потому что здесь Вы играете Новую ярость Отцы-убийцы Играете Арн-йольфа Арн-йольфа Да Вот И здесь Вы играете Так же С жаждой крови Тут ее Как бы больше И лучше Можно активировать Уместился Сюда и Лугас Который здесь Неплохо смотрится Как бы вот Колода на преданности Вопрос только в том Если у вас удачно Ходить сразу Двух военачальников Потому что Мне и один Бывает не падает Но колода Колода Интересная Необычная То есть Отказались Наконец-то От пламя славы Вот это И начали играть на этом Насколько это оправдано Ребят Не знаю Наверное Фанаты Истинные фанаты Пламя славы Набегов Могут объяснить Что из этого лучше Но как минимум Это более актуальная сборочка А мы идем дальше А ну и Сови у нас Ребят играет Немножко по-другому Теперь его переигрывать Несколько раз нельзя И переигрывать его Через пламя славы Тоже такая себе тема Юты тут так же нет Как можете заметить И Сови он играет Теперь по размещению Призывая зверя Зверей у нас сколько Зверей у нас Зверей у нас А где звери Что-то вообще потерялся Где звери Так где звери Вот звери юные сирены Шестерочки Поэтому вам надо Сделать как можно Ну типа вам надо У вас ярость от убийцы Дает 4 4 жажды крови 4 поврежденных отряда И с помощью Войны кланов И например Этого Где-то где-то Харальда На последней стадии Вы можете сделать Еще красненькие отряды Поэтому опять-таки Колода более такая Интересная и необычная Если вы давно Не играли на набегах То советую вам Именно ее А мы теперь Идем уже дальше И ребят Последняя колода Тира 2 Это Ренфри вампира Вопрос Почему Ренфри вампиры Почему не дикая охота Ребят Знаете Это очень необычный факт Ребят Но это реально так Ренфри вампиры Стали играть Чуть-чуть получше Чем играли раньше Из-за фикса Геральда Игни Который у них также есть То есть теперь У Геральда Игни Инициатива 25 А не 20 И И наш регис Теперь Не так сильно качается Если вы играете Против Колода с Игнатом То есть у человека Очевидно есть Игни В колоде То вы легко можете От него отыграть Потому что Допустим у вас Не выпал баф Через Ренфри Например баф На вот это Чревоугодие Выпал например Стратегемы Тогда вы сможете Разыграть все В нужный ряд Поставите регис Допустим в дальний ряд Суто в 21 22 И у противника Не сыграет Игни Теперь не сыграет И это на самом деле Круто Поэтому эта колода Выглядит ничего так Очень ничего Почему эта колода Там не тир 1 допустим Да Почему эта колода На краешке тир 2 Потому что Ей не хватает Статиков Ей не хватает Супер мега контроля Как есть У набегов Допустим У Ренфри блоков Супер мега контроля У нее нету Хайрольность у нее Ну такая Плюс-минус есть Иногда вместо Трис Складут Плотву Можете положить ее Если хотите Я больше играю Стрис Чтобы находить Потому что у меня Плотва выпрыгнуть Выпрыгнула А Ренфри и Регис Лежат в конце деки Все равно как бы Бывало и такое Реально Я играл на вампирах Без Ренфри и Региса В третьем раунде Такое, ребят, бывало Это я без Регис играл Стрис Когда вы что-то Одно вы находите Вот Макс Что также есть Топдеку Проверяет свою Короче Интересная дечка Советую вам На ней поиграть Ничего в ней особо Не изменилось Изменился только Игни Которые здесь Игни Хуже Но когда выиграете Против Игни Он играет Для вас лучше А мы идем дальше Ребят И к удивлению В Тир 3 У меня всего лишь Вошли 2 колоды И это Дикая Охота Дикая Охота Не была вообще Никак изменена Здесь есть Медоносный Призрак Вместо него Иногда кладут Нейтраля Я решил все-таки Наконец-то положить Медоносного Призрака Долго сидел на нейтрале Вот Отказывался получается Наверное воина Дикая Охота Отказывался от него Решил все-таки Поставить его Так как Медоносный Призрак На выходе Уже играет неплохо На выходе Уже играет неплохо Вот и все Колодов плюс-минус Вот примерно Такие вот И есть Такие вот они и делаются Кто-то играет На скрытом Для меня это конечно Кринж На скрытом вампире В преданности Для меня это кринж Вообще-таки Вот такая сборочка Более Интересная 2 Туманника Туманник это Сильнейший отряд Дикая Охота Ну нет подписки Дикая Охота Но это лидер Дикая Охота Так скажем Иногда играет На большие статы Тирнолия чуть-чуть Изменилась Но особая механика От этого не поменялась Стабильно играет Интересно играет Спокойно выигрывает Их конечно же Могут легко Выиграть Тусэнд Прям изи обогнать Тусэнд может их Рыцари их обгоняют Прям в пух и прах Листик может Их обогнать По статам Отбиться От всего Холода Так как У вас древние маленькие Они все еще остаются На поле Холод бьет Сильнейшие отряды Древние у вас будут жить Сродство у вас будет жить Поэтому Им тяжеловато Но опять таки Архетип живет Продолжает жить И это хорошо И Последняя колода У нас ребят На сегодня Часто я эту колоду Включаю в свои тиры Это Накер пираты Это та самая сборочка На которой я По большей части Сейчас играю на скеллиге Мне нынешние скеллиги Не совсем нравится Это не мое скеллиги Я его не совсем понимаю А Накер пираты Что-то знакомое Что-то свое родное Такое И спокойно Оно играется Вместо запрещенного ритуала Иногда кладут Допустим Ольгарта Бессмертного Кто-то даже кольцо Бывает кладет Кто-то кладет Защитника Бывало и такое Но я решил Именно запрещенный ритуал Положить Это еще с предыдущего патча Когда было много-много сови Сейчас сови не так много Но запрещенный ритуал По-прежнему играет Можно убить, например, вражеского сильного рыцаря Если он играет на Это, блин На рыцарях Севера Либо там, не знаю Хэнбафера какого-то Завалить Причем ритуалом Ренфритрис Какую бы сильную пробаффанную карту Я думаю, вы всегда найдете цель Харольная колода Вам нужно не забрикаться Найти правильно карты В нужный момент В нужное время Чтобы у вас Накер сыграл наилучшим образом Макси здесь нет Иногда вместо Дэра накладут Макси Тогда еще убирают Чаечку Какую-нибудь пятерочку Такие варианты есть Но я играю именно на этой сборочке И опять-таки Вам советую Так же Вот такой вот мета-отчет получился Некоторые колоды не вошли Заранее скажу Что у меня, например, не вошло сюда Порабощение на 6 Я считаю эту колоду Ну, она устаревшая На самом деле Эта колода То есть она давно-давно игралась Но это не та колода Которую, наверное, нужно ставить мета-отчет Скорее она ближе к тиру 4 Да, она может играть Может сносить Но это, наверное, не совсем то А далее здесь нет колоды На лавке Радея И так далее Типа Ну, такая колода была Лавка Радея С этим С Соби они игрались даже Этой колоды у нас здесь Нет Не знаю, к счастью Или к сожалению Ну, да ладно В общем Вот такой вот мета-отчет получился Пишите, ребят, свое мнение в комментариях По поводу текущей меты Мне, если честно, нравится Нынешняя мета Намного лучше, чем была В прошлом патче И по большей части Это из-за фикса Ирдена То есть многие колоды Например, с патча 10.7 10.8 Обратно пришли Такие Опа, а мы как бы живые И мы будем дальше играть Это прикольно На самом деле Вот Поэтому Старые колоды возвращаются Нетоксичные колоды На забафе Вот Вот, вот, как бы так Не забудьте поставить лайк колодам На сайте плейгвинт По ссылкам в описании Это очень помогает Продвижению, в принципе, всего канала Буду очень признателен Все-таки это Составлять мета-отчеты Это такая большая работа Нужно как бы оформлять Оформлять описания Оформлять ссылки Все это делать Прям такая тонюченькая работа Поэтому, ребят Не поленитесь Поставьте лайк этому ролику Поставьте лайк колодам Даже если вам они не совсем нравятся Допустим Ой, рубайл Рубайл вам не поставлю Ребят, пожалуйста Буду вас Буду очень признателен Если не поставите лайки Потому что, опять-таки Помогает продвижению канала Вот Спасибо всем за просмотр Еще увидимся Все, пока